Приветствую вас, уважаемые зрители, меня зовут Роман и сегодня мы поговорим о одной монете праведного халифата. Ну, на первый взгляд это довольно неэстетичный кусок меди, но кроме эстетической составляющей в любой монете есть еще и историческая составляющая. И вот тут для этой монетки все интереснее. Вот что известно о событиях в Сирии в тот момент, когда эта монета была в обращении из общедоступных источников информации. В 634 году мусульмане завоевали Дамаск и большинство городов Южной Сирии. Византийский император Раклий I послал армию численностью 240 тысяч человек для отвоевания Сирии. Византийские авторы упоминают двух командующих этой армии. Сакелария, то есть казначея Феодора Трифориуса, которому император очень доверял, и Ваана, Вагана, полководца, который ревниво относился к тому, что общее командование было поручено Феодору. Арабские же авторы считают командующим Вагана, ну или в других источниках Бахана, и лишь в отдельных случаях упоминают Сакелария. Феодор повел византийскую армию из Месопотамии в Сирию, где потерпел поражение. Возможно, это была битва при Аджинодайне, место и время которой точно неизвестны. После этого он наступил в Одессу или по другим источникам, в Антиохию, где присоединился к Араклию. Согласно арабским источникам, Феодор участвовал и был убит в решающей битве при Ермуке 20 августа 636 года. Главным следствием поражения Византии в этой битве стал захват Иерусалима мусульманами в 637 году. Первоисточники рассказывают обо всех этих событиях весьма путанно и противоречиво. Точно известно лишь время смерти Феодора, это 636 год. Неплохо бы подкрепить материальными свидетельствами летописи. Так что давайте присмотримся к монете повнимательнее. Сначала это был ранний арабо-византийский фельд с подражанием трехфигурному кипрскому фолису Ираклия. Ну вот ноги стоящих фигур видны с левой стороны реверса. Потом он попал к византийцам и его перечеканили в полуфолис, вероятно в походной монетной мастерской армии. Затем на нем сделали надчекан с монограммой Сакелария Феодора Трифориуса для обращения на оккупированные территории Сирии. А затем он попал обратно к мусульманам. Они сделали еще один надчекан, признав монету легальным платежным средством. И снова пустили ее у себя в обращение. Можно сделать подтвержденное материальным свидетельством выводы, что Сирия была под властью праведного халифата на момент вторжения византийской армии. Византия отвоевала значительный кусок территории Сирии и была на нем достаточно долго, чтобы появилась необходимость выпускать оккупационные деньги. Затем эти территории вернулись к мусульманам. Во главе армии действительно был Феодор. И, наконец, эти события происходили в правлении Ираклия и до 636 года. На этом на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!